Обход КСМ начали с центральной площади микрорайона. Здесь и остановка общественного транспорта, и объекты сферы услуг, а еще многочисленные торговые точки. Слух о том, что в микрорайон с обходом приедет мэр, как ветром сдул всех продавцов уличных лотков, которые обычно заполоняют так называемый пятачок. Но даже и без них к торговому облику центра КСМ у мэра остались вопросы. Вот эту всю часть, чтобы расширить дорогу, вот это все снесет. Оно тут было построено незаконно. Остался недоволен глава города и санитарным состоянием местного мини-рынка. Продавцы в погоне за прибылью напрочь забывают о чистоте. Паутина и грязь здесь уже привычная картина. А именно с уборки на своем рабочем месте свой день должен начинать каждый продавец, уверен мэр. Вы здесь работаете? Ну гляньте, вот это вот свинство, оно же вам на голову сыпется. Ну посмотрите, как паутина висит. Есть у вас свинничек? Далее маршрут обхода прошел по центральной улице микрорайона, по улице Труда. Здесь главная проблема – отсутствие тротуара. Пешеходам приходится идти либо по проезжей части, либо по лужам и грязи. Мэр дал поручение решить вопрос. Вообще КСМ, отметил Анатолий Пахомов, в части санитарного состояния и благоустройства в числе отстающих необходимо повышать и правовую грамотность населения, считает глава. Так, например, требовать от городских властей ремонта многоквартирных домов – это заявка не по адресу. Мэр объясняет, это задача самих жителей. Первый шаг – выбор формы управления – ТСЖ или управляющая компания. Люди надеются на то, что власть возьмет, увидит, что у них обшарпанный фасад и отремонтирует. А ведь у власти уже нет таких прав. Дело в том, что капитальный ремонт, да и вообще ремонт, делаться будет исключительно по программам. Либо программы фонда реформирования ЖКХ, либо вот по накопительным формам. В ближайшее время в каждом из многоквартирных домов района пройдут встречу с жителями, где им еще раз расскажут, как они должны управлять своим общим имуществом. Дошла большая делегация и сочинской администрации, и до бывшего дома культуры микрорайона. Здание здесь ждет ремонта уже много лет. Я дал поручение начальнику управления культуры, чтобы она вышла на Министерство культуры Краснодарского края и вошла в программу. Мы бюджетом города Сочи готовы на софинансирование участвовать в ремонте этого дома культуры. Деньги в этом случае будут учтены в краевом бюджете на 2017 год. Тогда же приступят к ремонту здания. Но что касается итогов обхода, мэр отметил, в микрорайоне еще предстоит немало работы. И активно участвовать в ней должны не только чиновники, предприниматели, но и простые жители. Тем более, что впереди день города. А свой главный праздник курорт просто обязан встретить чистым и ухоженным. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.